Дмитрий Вячеславович, Кондратов, сник Дима Дмитриевского года. Сегодня поделится, я не знаю, рад, не только на работе, или тем, чем занимается. Нет, просто тем, что для души. Тем, что для души. Тогда вам слово, Дима Дмитриевского года. Спасибо большое. Итак, еще раз представлю, зовут меня Кондрат Дмитрий Вячеславович. Я, естественно, выпускникам 96-го года, заканчивал здесь. Классным руководителем был Кузнецов Евгений Викторович. О чем хотел бы рассказать? Хотел бы рассказать, тем заявлен современной информационной технологии в государственном управлении. Но я хотел бы говорить, наверное, не о том, что плохо, или о том, что хорошо. Скажем так, лекцию я попытался построить в стиле, как обзор всего этого. Со стороны обычного пользователя, простого смертного. Итак, развитие современной информационной технологии в государственном управлении началось достаточно давно. Одним из серьезных таких этапов, зачем это понадобилось, это, как ни странно, борьба с коррупцией. Почему? Какой самый простой способ, скажем так, людей заниматься коррупцией? Как вы думаете? Вывести все в интернет. Хорошо, правда, интернет, когда начинался, еще не так, чтобы сильно был, но тем не менее. Идея правильная. Почему? То есть заставить людей показывать все то, чтобы работа была видна. Это раз. И второе, чтобы разорвать связь между человеком, который заказывает у государства услуги, и тем, кто оказывает, строго говоря, эти услуги. Согласны? Простенько и со вкусом. Знаете, в принципе, как вот люди говорили, в основу был взят немножко даже японский подход. Когда японцы пришли работать в Россию в 90-е годы, они столкнулись на одном из заводов с достаточно забавной ситуацией, что народ очень часто ходил курить. Да, и это съедало очень много времени, поэтому что они сделали? Да, они сделали курилку, сделали ее в центре цеха, на высоте где-то 2-3 метров, со стеклянными стенами, чтобы все видели, кто в данный момент находится в курилке. А люди по натуре все-таки часто стесняются, да, и когда вот ты перед коллегами что-то делаешь, что-то делаешь неправильно, и если это видно, то как-то неудобно. Согласны? Вот такой же принцип был взят и на вооружение государственных систем. Итак, вот, в принципе, официальная схема всего, что работает в государстве. Нравится, не нравится, вот такая она есть. Тут зафиксированы, я прошу прощения, что мелко, но просто это действительно хотелось вывести официальную схему. Тут представлено и тот, кто это делает, и тот, кто является разработчиком. Особенно интересно тут и то, что уже работает, и то, что еще будет работать. Особенно интересно, вот я хотел бы обратить внимание, вот тут вот есть создаваемые системы, и тут вот очень много, где появляется чудесный значок Почты России. Я, как человек, наверное, живущий достаточно давно, может представить, что все связи с Почтой России не всегда очень хорошо проходят. Это технология или системы архитектуры электронного правительства. Естественно, прежде всего, качество жизни населения зависит от качества предоставляемых им услуг. Значит, по смыслу, сверху должны быть граждане. В идеале предполагается, что у всех граждан будет либо универсальная электронная карта, либо любое подобие ее. Ну, в частности, например, есть постановление, которое гласит, что, по-моему, с 2018 года мы все будем переходить на паспорта другого образца, который будет носить их в том себе электронный чип. Соответственно, граждане через инфраструктуру доступа получают к различным элементам государственного управления. Возникает вопрос, а почему банки? А потому что так получается, что получение каких-то доходов от населения является одной из самых главных задач государства. Это налоги, это штрафы, это все. Такую систему, которая называется из четырех букв. Система межведомственного электронного взаимодействия. СМЭФ. Итак, как же это работает со стороны чиновников? Чиновники представляют определенные сведения в орган власти, оказывающий услугу. Затем, представление их информации в систему межведомственного электронного взаимодействия. Далее, проверка информации о полномочении этих чиновников. Она достаточно длинная, но тем не менее. И затем идет запрос к поставщикам органов власти. Такой подход не мог. Когда-то давно, в середине 90-х годов, появился такой подход в документной обороте, как системы единого окна. Что означало системы единого окна? Что вы все документы приносите в одно окно и сдаете. И дальше все остальные необходимые спратики собираются уже автоматически. Удобно, хорошо. Как это было во времена до эпохи развития информационных технологий? Да, создание вот этой системы межведомственного электронного взаимодействия. В принципе, на практике существовало два подхода. Первый. Когда создавали определенный приемный центр под названием «Работы по единому окну», туда сажали обычных сотрудников, которые собирали документы, и набрав определенные стопки документов, сами бежали собирать другие спратики. Второй подход выглядел другим образом. Когда в такой же центр нагоняли специалистов из профильных органов, человек, когда сдавал документы, его дело разбивалось на части, раздавалось в соответствующие органы, и, соответственно, чиновники разбегались, собирали информацию, собирали вместе, если повезет личное дело, собиралось, и вы получали определенный государственный суд. Так вот, именно этот подход, в принципе, и был сделан здесь. То, что касается, это как все прелюдия, то, что касается структуры межведомства электронного документа оборота. Вот главным ядром, фактически, должна являться защищенная информационно-коммуникационная среда, которая по логике, не по логике, а вообще в принципе правил, это все контролирует Федеральная служба охраны Российской Федерации. И внутри самого правительства происходит взаимодействие администрации президента, праворад правительства и всех остальных систем. В общем, так понятно? Итак, самое главное, что стоит понять, что все, что есть о нас, уже находятся в некоторой системе. И поэтому, когда вас, строго говоря, предлагают вам внести какие-то сведения, государственной системе предоставить какие-то сведения, не всегда этого надо бояться. Чаще всего эти сведения о вас уже есть. Если так хотите, словами Джорджа Оэрла, большой брат уже следит за вами, за всеми вашими действиями. Центроподобно. Закон есть, и никто его, поэтому, многому никто не нарушает. Просто часть вещей, либо часть органов имеет право использовать ваши данные без разрешения, каким-то вы даете сами это разрешение, а остальные берут из системы межведомства электронного взаимодействия. Самый простой, самый простой способ. Вот смотрите, я понимаю, что школьники, наверное, зарплату еще не получали, а взрослые любят. Вот смотрите, вы всегда даете право по закону о персональных данных, вы подписывали определенную бумажку на передачу своих данных третьим лицам. Был такое? Вспоминания. Ну шо нет? Было обязательно. По одной простой причине. Дело в том, что третьими лицами будет являться налоговая инспекция, куда будет предоставляться информация о ваших налогах, пенсионный фонд, куда опять же будет предоставляться информация о вас. В конце концов, зарплату основная масса получает через карточку и через Сбербанк, например, или через какой-то банк, куда опять же передаются ваши персональные данные. То есть они, еще раз, есть везде. Другое дело, что надо знать, где искать. Так вот я... Да, да. Приходите к карточку. Ну, ладно. Ну, а теперь о том, что можно посмотреть и чем может быть вот так вот сильно принципиально интересно. почему, хотя... Еще раз, вы... Скажем так, еще раз, я вот как представляю, как обычный бытовой... обычный пользователь. Обычный, абсолютно обычный человек. Да, то есть я не хочу ничего такого, я хочу, чтобы я знал, что, где, к чему, к чему. Итак, самый сакраментальный, да, сайт закупки government.ru. Все началось давным-давно, когда опять же начал решить бороться с коррупцией, когда вышел 94-й федеральный закон о закупках в государственных и муниципальных нуждах, когда все государственные закупки должны были быть показаны на этом сайте. Да? Чем хорошо? Зачем? Почему говорю? Да? Ну, скажем так, самое простое, кто-то на этом может делать политическую карьеру. Ну, например, господин Навальный в свое время вылез, когда просто мониторил вот этот сайт. Какие из государственных служащих, какие государственные органы, какие вещи закупают. С другой стороны, да, рано или поздно вы захотите работать в бизнесе, да, а бизнес, в принципе, часто что-то продает государственным структурам. Причем, под государственным структурам я понимаю не только органы власти, органы местного самоправления, но это государственные учреждения и муниципальные учреждения, школы, садики, вузы и тому подобное. Ну вот руководители образовательных учреждений безусловно про это знают и сильно мучаются, но теперь не с 94-м, а с 44-м законом. Но тем не менее. Поэтому здесь можно найти много интересов. Можно взять, посмотреть и опять же участвовать в чем-то. Но теперь совсем обытовом. Это в интернете. Хорошо это? Хорошо. Еще раз. Тем самым обеспечивается определенная открытость деятельности органов государственной власти, местного самоуправления, правительства и тому подобное. Все хорошо. Ну, что началось? Интересно, да? Всегда все информационные технологии это деньги. И поверьте, да, есть большая разница между, например, разными муниципальными образованиями. Есть муниципальное образование город Саратов, а есть муниципальное образование, например, село Малиновка какого-нибудь Таткарского района в Саратовской области. Как вы думаете, у них разный объем денег? А специалисты, набор специалистов разный или нет? Знаете, очень интересно, когда с ним разговариваешь, особенно по вопросам, например, защиты персональных данных, когда рассказываешь им, говоришь, ну, вот, самое главное сначала хотя бы обеспечить охрану периметра. Она говорит, а вот бабушка, которая охраняет нашу комнату с 5 вечера до 11 вечера подойдет под охрану периметра? Итак, что еще? Теперь государственные услуги. Это то, с чем мы сталкиваемся сроком гуров синдрома. Итак, нравится нам не нравится, но государство нам в том или ином виде оказывает услуги всю нашу жизнь. начинает момент рождения заканчивая моментом смерти. Посмотрите, здесь возможные события представлены и те документы, которые, те услуги, которые возможны нам. Еще раз, не то, что это абсолютный перечень, но это то, что государство нам представляет. Информация об учебе, о школе и так далее, транспорт, начиная от водительской школы, права, регистрация, общественный транспорт. Если работа, определенные возможности по трудоустройству, биржу труда и так далее, налоги, да, это определенные данные, сведения о недвижимости, возврат налогов. То есть, налоги не всегда можно только платить, но еще можно что-то вернуть потом опять. То есть, например, если вы покупаете квартиру, то вы имеете там свыше определенной стоимости, то вы имеете право на возврат определенной части доходного налога. Информация о браке, о здоровье и так далее. Особенно обратить внимание на здоровье. Почему? На данный момент достаточно много вещей, которые можно предоставить или можно получить с точки зрения медицинской. Почему? Ну, например, элементарно, запись к врачу. Запись к врачу это что-то такое интересное, простое, нужное, изменение. Но, если говорить как обычный пользователь, как вот, не человек, который иногда это видит изнутри, в поликлинике, когда приходишь, особенно нравится надпись, что регистрация или запись к терапевту осуществляется в электронном виде только в регистратуре поликлиника. Почему? Потому что все, что можно запланировать, система может делать спокойно. Но болезнь человека, она не запланированная. Согласны? И вы не можете запланировать, что вы заболеете такого-то числа и что вам врач потом назначит прийти к нему на прием такого-то числа и более того, что он вас выписать еще вот такого-то числа должен. Не можете все это сделать? К сожалению. Что в результате получается? В идеале получается, когда приходишь в поликлинику, стоят две очереди, записавшиеся и не записавшиеся. И дальше происходит на определенной русской рулетке. Когда, скажем так, если вы школьник, с этим нет таких больших проблем. А вот когда ты работаешь, непродленный больничный может вызвать определенные трудовые осложнения. где можно получать услуги? Самое простое, да, это многофункциональный центр. Вот условно определение согласно 210-му федеральному закону здесь представлено. То есть, если у вас возникают любые вопросы по каким, любые проблемы, вопросы по представлению каких-либо государственных услуг, вы можете всегда прийти сюда. Более того, там система построена таким образом, что вам обязательно подскажут, что делать и куда идти. Это на полном серьезе. Вот если хотите, на правах рекламы. Да? Поверьте, чаще всего там работают очень адекватные люди, которые действительно хотят просто вам помочь. Но вот обратите тот принцип, про который я говорил, единограмм, что вы приносите туда просто документы. Вот они функции многофункциональных центров. Как вы думаете, да вот скажем так, от этого места далеко многофункциональных центров находится? Да, ближайшую Раху Вавилу в галерее Каштан. Более того, мы часто мимо них просто проходим мимо. Потому что пока нам каждому это отдельно не понадобится, никто, конечно, никуда не идет. Но если понадобится, надо знать хотя бы куда идти. так вот просто как совет посмотрите, где ближе всего к месту, в котором вы живете или где вы чаще находитесь. Ну, всякое бывает, живете, например, в Энгельсе, а работаете в центре Саратова. В принципе, без разницы, в какой вы многофункциональный центр обращаетесь. А теперь самое интересное. Вот про это знают небольшое количество народу, но тем не менее. 210-й федеральный закон, как раз, который ввел многофункциональный центр, ввел понятие документы личного хранения. То есть это полный, абсолютный перечень документов, которые с вас могут требовать чиновники. больше этих документов они требовать не могут. Знаете, очень интересно, когда ты приходишь, они говорят, а принесите еще такую-то справку. Начинаешь, ребята, 210-й федеральный закон, там этой справки нет. О чем говорит этот 210-й федеральный закон? что вся информация, если она есть хоть в каком-то ведомстве, должна добываться органами власти самостоятельно. Итак, что же это за абсолютный перечень документов? Первый, документы удостоверяющие личность, но в принципе есть у всех без проблем паспорт, паспорт военный билет и тому подобное. Документы воинского учета, у кого-то есть, у кого-то нет. Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния. Ну, взрослые прекрасно понимают, что это такое, а школьникам объясню. Это информация, грубо говоря, если вы состоите в браке, с кем, когда, сколько. Это, грубо говоря, свидетельство о браке. Или свидетельство о разводе, кому как. Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту требований. Штампик в паспорте. Документы, подтверждающие предоставление лицу специального права на управление транспортным средством соответствующего вида. Переводим на русский язык. Водительское удостоверение с проставленным уровнем машин, которые вы можете управлять. документы, подтверждающие проходя рождение государственного технического осмотра транспортного средства. Тут, наверное, не надо пояснить. Следующее. сведения о трудовой деятельности, трудовом стаже и заработке. Еще раз. Трудовая деятельность это трудовая книжка, выписка из трудовой книжки, копия трудовой книжки. Соответственно, о трудовом стаже. Иногда требует справку о трудовом стаже. о заработке. Сакраментальная форма 2 НТФЛ, которая требует в банке при получении кредита, которую просят иногда в налоговой инспекции. Когда вы переходите с работы на работу в середине года, вас просят лучше тоже принести справку по форме 2 НТФЛ. Документы об образовании. Тут понятно, все это только ваше личное. Справки заключения выдаваемые медицинскими организациями. Еще раз, все, что касается здоровья, все защищается достаточно сильно. И считается, что никому другому, кроме вас, эти справки за редким исключением не могут дать. Поэтому это всегда выносит с собой. различные архивные документы. Ну, бывает такое и нам. Ну, а дальше начинается совсем чуть-чуть с этим осталось. решение приговора судов, учредительные документы юридического лица, решение органов опеки, право устанавливающие документы на объект недвижимости, акты, выдаваемые федеральными государственными учреждениями медико-социальные экспертизы, документы, подтверждающие право на получение социальной поддержки, и, наконец, сведения о наградах. Собственно говоря, перечень закончился. Документы на транспортные средства администрационные какие, ПТС, вот так вот. Так. Седьмой. Вот на правом седьмой, седьмой, седьмой. Седьмой. Да. Это ПТС и свидетельственная регистрация. А что еще? Двигатель поменял. У тебя тогда эта информация должна внестись в изменение в ПТС и опять же у него же там номер стоит. То есть ты тогда меняешь двигатель, опять же едешь в милицию и опять регистрируешь все это дело. А вон вот сайт можно сделать? В принципе говорят можно. честно, не пробовал. Но какие-то вещи можно. По крайней мере, знаете, да, еще раз я могу сказать, что действительно стал очень приятный работать. По крайней мере, когда ты если кто-то был связан с оформлением хоть какой-то недвижимости, я взрослым обращаюсь, до эпохи МФЦ, в рекпалате попадали в определенный хаос. там не понимаешь даже куда идти. Даже спросить ты не могу. Я могу сказать, в самой рекпалате это так и осталось, ощущение того же. Но, тем не менее, поскольку мы теперь видим намного реже, соответственно, можно все это спокойно оформлять через многофункциональный центр, то проблем нет. Как-то вот ощущение приятнее. Итак, ну, а теперь государственные слоги. Ну, что ж про них. Это то, что есть, многие про это слышали, кто-то даже этим пользуется. Но, самое интересное, знаете, да, я пользуюсь, но я боюсь. А вдруг что-то не так. Итак, я прям специально снимал картинки свежие. Есть официальный сайт госуслуги.ру. Но, обратите внимание, когда мы входим, он говорит, попробуйте новую версию портала. И, когда работаешь с этим сайтом, он постоянно тебя перекидывает на новую версию. С чем это связано? Связано у нас очень простым, портал госуслуги.ру закреплен нормативно, в приказе, адрес прописан, и не имеет права поменять никакой адрес после этого. Поэтому, все переделки, которые сделали, соответственно, уже ничего изменить не могут. Более того, вот, я так думаю, поддержат. сайт госуслуг его делали два раза и два разных разработчиков. минимум, да. Я просто не возражаешь, представлю, да, вот, очень повезло, сегодня пришел Дмитрий Колесников, который в свое время работал в комитет по информатизации Саратовской области и, в общем, большой специалист в области государственных услуг и вообще информационных системы технологии в государственном управлении. Могу отрекомендовать. Так вот, еще раз, сайт госуслуг. Соответственно, так он выглядит. Обратите внимание, очень удобно взять избранные услуги. Самая прелесть работы с госуслугами выглядит следующим образом, что многие вещи, которые вы заказываете здесь, услуги, которые вы заказываете здесь, делаются намного быстрее, чем вы, если идете другим порядком. например, опять же, коллеги-преподаватели поддержат, есть странная несчастная справка об отсутствии судимости, которую приходится брать практически ежегодно. Ну, скажем, говорю о себе, у меня она находится в избранных, рекламент говорит, что справку выдают в течение 30 дней. если вы придете обычным порядком, в течение 30 дней вам и будут ее делать. Соответственно, через сайт госуслуг, минимальная, через за которое время я получал эту справку, 5 дней с момента заявления. Максимальная 15. Еще раз, приходится справку брать постоянную, при переходе с работы на работу, при каких-либо изменениях, справку приходится ежегодно брать. Следующий момент, проверка пенсионных накоплений. Я понимаю, что когда говоришь о пенсии, многие говорят, что пенсия это хорошо, но я до нее наверное не доживу. Но все-таки интересно, перечисляют ли туда что-то еще. Особенно интересно, вы знаете, не людям, которые работают в государственных учреждениях, где гарантированно известно, что деньги в пенсионный фонд перечисляют, а в некоторых коммерческих организациях. У меня просто есть много примеров, когда люди просто залазили через проверку пенсионных накоплений, выясняли, что организация годами не платила перечисления в пенсионный фонд. Ну и соответственно штрафы ГИБДД. Когда говорится о госуслугах, вообще стоит обратить внимание на рейтинг, если хотите, министерств, которые кому больше всего обращаются услугами. Как вы думаете, куда больше всего обращаются услугами? Какое министерство? В принципе, периодически меняются местами МВД, потому что штрафы ГИБДД. На втором месте меняется ФМС. Вот они перевели. ФМС это Федеральная миграционная служба. Это ваши паспорта, загранпаспорта и так далее. Соответственно, если смотреть рейтинг прям по услугам, то первое это представление информации о штрафах, второе получение загранпаспорта. Для удобства, да, на сайте госуслуг все это разбито, есть разные формы представления, разбито сразу по задачам, сразу по каким-то жизненным ситуациям, но могу сказать так, если вы приблизительно знаете, что вы хотите получить, найти в любом случае это на сайте госуслуг, очень тяжело. Почему? Потому что оно не всегда называется так, как вы себе представляете. Ну, например, при оформлении недвижимости теперь требуется такая замечательная бумажка, как кадастровый паспорт. Слышали ученщики? Замечательная бумажка. Вот. В принципе, ее можно получить здесь. Ну, вот могу сказать так, у меня найти эту услугу с первого раза, ни с первого, ни со второго, ни с третьего, не получилось. Пришлось обращаться в МФЦ, которые сделали быстро, легко и непринужденно. То есть, пользоваться популярными услугами, да, хорошо, удобно, но не всегда. А вот тот же самый портал госуслуг, но бета-версия. Выглядит она чуть-чуть по-другому, но, тем не менее, тоже удобно. А теперь обратите внимание то, что есть в бета-версии, но, в принципе, нет в основной версии. здесь можно настроить уведомления, как вы хотите, значит, строго говоря, чтобы вас уведомляли. Да? Когда? И можно включить определенный информер. Знаете, очень интересно, когда ты сидишь, например, дома, пьешь чай, тебе приходит смс, вам назначен штраф ГИБДД. Здорово же? Нет, поверьте, действительно здорово, особенно, когда это происходит летом, и ты собираешься куда-нибудь в отпуск поехать куда-нибудь за границу, если повезет, ты знаешь, что с неоплаченными штрафами могут не выпустить. Она стимулирует определенную новость. Да? То же самое налоговая задолженность. Вот, я понимаю, что, опять же, школьники пока не связаны с налогами, но рано или поздно платить их придется. Нравится или не нравится. Спасибо налоговой службе, спасибо почте России, что не всегда информация о начисленных налогах доходит до почтовой ящики, соответственно, до конечного пользования. не выпрягаются в последнее время почты России. Абсолютно. Соответственно, хорошо это или плохо, им все равно, а вы будете платить дополнительно, потому что за неоплаченные вовремя налоги с вас будут обрабатывать дополнительную денежку под названием пение. Мелочи приятны. Ну, и, соответственно, ну, уж совсем на всякий случай судебная задолженность. Единственное, что необходимо здесь сделать, здесь для того, чтобы максимально удобно было пользоваться услугами, государственными услугами через этот портал, надо максимально внести о себе все сведения. Не полениться, чтобы получать информацию о тех же самых штрафах ГИБДД, не полениться внести сведения о своем удостоверении водительском или о транспортном средстве, которые на вас зарегистрировали. Многие услуги, которые есть на сайте госуслуг, можно вполне получить и напрямую. Ну, например, даже самая госавтоинспекция, вот вам проверка штрафа. налоговая служба, кабинет физического лица. Нет, конечно, в идеале говорится, что в кабинет физического лица налогоплательщика можно войти напрямую с портала госуслуг. Но на данный момент это до сих пор не так. Конечно, это недостаток, но обещают его рано или поздно устранить. Ну, а теперь совсем такие мелочи. Да? Вы знаете, сведения о вас, о вашей жизни, деятельности всегда остаются где-то. И в частности, например, это может появиться и в информации о судах. Почему? Вот приблизительно так выглядят практически все сайты судов Российской Федерации. Все это регламентировано, так называемое, что это система газ-правосудия. Здесь можно вполне отследить, но еще раз специально подбирал, что выходной день, чтобы никого не показывали, кто обидится. Но тут будет перечень назначенных дел. можно найти дела, по которым проходит. Более того, по ряду дел вывешиваются даже решения. Знаете, очень интересно и очень удобно. Единственное, действительно надо знать, где это поискать. а ищется это вот в этом разделе судебное дело производства. Почему говорю о судах, все-таки, знаете, так жизнь складывается, что от суммы тюрьмы как говорят, не зарекаясь, соответственно, вот эта информация о судах. Следующий момент. опять, наверное, не очень приятный такой вот для жизни каждого человека, но тем не менее. Если вы что-то не выполняете, к вам приходит сукраментальная служба судебных приставов. И могут возникнуть какие-то проблемы, а вы просто можете о них и не знать. Соответственно, центральный сайт службы судебных приставов, замечательная услуга, узнай о долгах. А там можно только о своих долгах узнавать или вообще о долгах? Еще раз, вот показываю. Форма запроса выглядит следующим образом. Да, то есть, в принципе, если вы хотите о ком-то что-то узнать и вы знаете как минимум фамилия и имя, вы можете вытащить эту информацию. Еще раз, это то, что не хочется пожелать, чтобы оно понадобилось, но об этом можно знать. И эти знания, ну, скажем так, не будут приносить большие печали. Да, скажем, предупрежден, значит, вооружен. Еще раз, это просто картинка, прям вырезок с сайта. Там много слов, единственное, что он еще просит после нажатия кнопки поиска набрать определенный буквенный числовой код. Ну, проверка, копчат, так называемый, да, проверка, что вы не ровно. Почему тогда это так несовершенно? Потому что есть много людей с фамилией, именем, отчеством и датой рождения сопроводающим, даже проживающим в одном и том же городе. Почему так? Просто иногда людей на границе остальных, которые даже не имеют отношения к долгам, просто у них совпали все случаи данные. Вы знаете, да, в основной массе действительно ищутся по фамилии, имя, отчеству, да, никто не сравнивает полу. Даже паспорт данные не носятся. Вот сюда, да, и более того, в принципе, когда это, например, на таможне действительно это самое критическое, с вами даже никто разговаривает не будет, да, и любые ваши свои права, как у нас в стране можно защищать. Единственным способом юридичным в суде. Но вы же уже потеряете какой-то почему так связано? Сложно сказать. Вот так это устроено. Вот смотрите, в идеале считается, что у одного и того же человека не может быть несколько снилсов. Да, снилс это пенсионный паспорт, зелененький такой, только сегодня о нем говорили. Не может быть несколько снилсов, не может быть несколько этих карточек, но практика показывает, что вполне система государственного устройства предполагает, что такой номер должен быть один. Уникальный. он должен быть уникальный. То же самое изначально предполагается про индивидуальный номер налогоплательщика ИНН. Ну опять же существует огромное количество примеров, что ИНН получается неуникальным. Я могу сказать, на личном опыте у меня когда-то выяснил в налоговой инспекции, что у меня два разных ИНН. налоги приходили на дно на одно ИНН, на другое на другое ИНН. И соответственно потом они сводили. А можно через это? У меня есть проблема. У меня были штрафы ГДД, их сняли зарплатные карточки. Но когда я коснулась перечислением материнского капитала, у меня уже для перечисления 20 тысяч была уже зарплатка в Сбербанке. И когда я пошла туда, у меня там тоже арест. Почему они арестовывают все счета, допустим, снимая с другого эту сумму, почему они не рекведируют задолженность на том счету? Итак, значит, штрафы ГИБДД. Если вы оплачиваете штрафы ГИБДД, то в любом случае проходит определенный промежуток времени. Вот, кстати, очень интересно, когда через сайт Госуслуг напрямую оплачиваешь штраф ГИБДД. Он тебе сначала говорит, что пришел штраф, потом, что вы его оплатили, а через некоторое время тебе приходит информация о том, что информация о вашем штрафе внесена в единую базу данных ГИБДД. ГИБДД был достаточно большой срок, там было где-то в районе полугода. Штраф вообще история могла рассказать свою. У меня было мало, но значит штраф был, я его оплатил, всегда штраф оплачивал достаточно быстро. ГИБДД не только карательная функция, выполняет функции и предупредительная, то есть была такая беседа, нормально, то есть никто ничего не прилагал, что я объяснил каким образом нарушил правила, они сказали ну будьте аккуратны, дальше не нарушайте, но при этом они мне сообщили о том, что у них по системе, они проверяли мои права, у них высвечивается неоплаченный штраф в летней дамы. Я говорю, ребят, вот если честно, я квитанцию уже с собой не ввожу, я приезжаю в Саратов, вижу пункт, который там с ГИБДД и дежурные проверяют на штрафы, что они останавливают, спрашивают про наличие штрафа, говорю, ребят, с удовольствием проверьте, что они, да, вот видим штраф последний, который у вас не оплачат, я говорю, вот квитанции его пооплатят, вот, а вот как быть со штрафом, который два года назад мне в Самарской области сказали, что он меня не оплачен, они сказали, нет, этот штраф по нашей системе, он оплачен, как можно узнать вообще, ну, на самом деле все квитанции об оплаченном штрафе лучше принести в наш информационный центр, чтобы они не заняли и учнуть, да, вот, это вот как раз я хотел сделать дополнение о том, что вот Дмитрий упоминает о термине газ, да, это государственная автоматизированная система, да, вот, а получается в том, что автоматизация вообще и в плане госуправления это достаточно такая хорошая наука, вот, но достаточно много органов, под органом мы подразумеваем систему, то есть, вот, как система наук, система образования и так далее, они не подготовлены, то есть, ни внутренние, ни внешние, вот, и поэтому вот электронные услуги, то есть, да, я был в электронных услугах, я многие из них первые подключал, некоторые вообще первые в России, что у нас получилось так, что даже вот так вот, а потом коснулся и понял, что мы как бы, вот, говорим о том, что мы типа все это выполнили, все это сделали, красиво отрапортовали, медали раздали, награды вручили, героев России дважды вручили, что у нас, и так далее, работа никакой не сделана, то есть, это вот только на верхушке, а вот, хороший пример с муниципалитетами был, а у меня было очень много общения с главными муниципальных районов, да, то есть, ну, почему там не делаете, а он говорит, у меня был один человек на весь район, он помогал мне с компьютерами, просто приезжал, чинил, что он, ну, вот иногда там на сайте что-то делал, что он и так далее, все он за зарплату уехал в область Саратов, он говорит, я не знаю, кого я найду, у меня больше никого нет, у меня есть, кто умеет читать на калькуляторе, кто умеет читать на счетах, но вот на компьютерах как бы этого нету, нет, ну, поэтому говорю, что я хочу говорить о плохом, да, здесь, здесь, определенный раздарь, здесь смысл в том, что вот действительно, что было правильно сказано, это, так, если уж пошла дискуссия, система есть, система работает, вот, но нужно понимать, что она несовершенна, вот, и если подходить со знаниями несовершенности, то в принципе, улучшения в работе есть, да, и с сайтом стало намного лучше, и с предоставлением услуг, то, как работает МФЦ, это вот, я считаю, вот то, чем можно гордиться, потому что действительно, вот система, говорящая много, десятков лет, о предоставлении услуги в одном месте, в МФЦ, это сейчас есть некое сосредоточение, да, то есть там есть люди, которые действительно можно прийти и сказать, ребят, а вот я в такой жизненной ситуации и не знаю, что делать, вот там могут подсказать, как минимум, потому что иногда даже не знаешь, куда что идти. Математически, конечно, это, знаете, да, тот самый парадокс в дне рождения, когда достаточно 23 человек, чтобы нашлись два человека с одинаковой датой рождения, конечно, тут ничего, не скажу, это никакая информационная система эту честь не может, я могу сказать, на личном опыте, когда-то, вот я работал в приемной комиссии, у нас было два абитуриента с одинаковым фамилием и имя отчеством, с одинаковой датой рождения, более того, они жили в одной, это в соседних квартирах, то есть у них адрес был одинаковый, разница только в номере квартиры. Они еще очень сильно друг на друга похожи были, что внешне их очень тяжело идентифицировать, был человек, который не постоянно с ними общается, но это вот было в доблестном городе Тамборе, да, но такое, конечно, в рамках всей Российской Федерации, наверное, это может быть и часто, но вот так вот в жизни не всегда часто с этим столкнулись. Ну так все-таки, да, чуть-чуть продолжим. Вообще, государственных информационных систем очень много, прям буквально еще 5-10 минут, не больше. Перечень всех можно всегда найти на сайте органа, который все это контролирует, Роскомнадзор, или Федеральный комитет по надзору в сфере информации, массовой коммуникации, вот в этом ровне. Ну и наконец, совсем немного, да, мы всегда плачем, что государство ничего не показывает и так далее, а государство обязали вывешивать данные о своей работе, при этом это сказали, сформулировали, что это концепция, открытые данные. Открытые данные, обратите внимание, определение дано, самое ключевое, что это не коммерческий формат, должен быть свободный формат, который позволяет еще машинную обработку. Для этого был создан портал открытых данных, это федеральный портал, но не мог пройти мимо, это условно портал открытых данных Саратовской области. есть определенные формы, которые вывешиваются. Ну и наконец, совсем интересные такие мелкие вещи, это портал, например, электронный регион, который в целом говорит о готовности России, регионов России, к вхождению в нормальное информационное общество. Самое интересное, что самый высокий рейтинг, максимальная единица, если что, самый высокий рейтинг, ну еще раз, картинка вчерашнего дня, если так, они пока как доставляют сведения, не обработали больше, 13-14 года. Самый высокий рейтинг у Москвы. Это Москва, в которой сейчас действует уже система электронной демократии, когда граждане могут высказывать через определенный портал свое мнение, и впрямую оказывать влияние на систему государственного, ну скажем так, не государственного, регионального устройства. Тем не менее, можно посмотреть много интересного. На этом все. Спасибо большое. Если будут какие-то вопросы, я готов ответить. Если понадобятся, да, я вот даже представляю адрес, пишите, с удовольствием отвечу. Вопрос такой, можно сказать про регистрацию на госуслугах, с какого возраста и как сам вот этот момент регистрации выглядит? Потому что мы регистрировались год-три, наверное, тому назад, там нужно было написать, потом тебе на почту, значит, приходило письмо с паролем, нужно было сходить на почту. Ну, вообще, конечно, да, очень интересно. Когда-то давным-давно регистрация начиналась с того, что ты забивал определенную форму, потом ждал, когда Почта России пришлет тебе заказное письмо с определенным кодом, чтобы ты наконец там зарегистрировался. Теперь зарегистрироваться в принципе намного проще. Да, иметь небольшой набор документов, но в принципе и минимальный, насколько я помню, это сам паспорт и снился. Достаточно, чтобы зарегистрироваться на портале Госуслуг. Еще раз, есть проблема, есть место, которое вам поможет его решить. Это многофункциональный центр. А с какого возраста? С 14 как паспорт получается? Так как услуги оказываются детям, то даже даже раньше я слышал даже и школьники, то есть начиная с 1 класса можно регистрировать. В принципе достаточно, если у вас есть хоть какой-то документ о вашем рождении и снился. То есть соответственно нужен снился и какой-то стоящий личность на данный возраст. Соответственно свидетельствовать я могу сказать у меня друг оформлял на трехмесячного сына загранпаспорт образца через сайт Госуслуг без проблем зарегистрировав сына на сайте Госуслуг поэтому сейчас нет проблем. Спасибо. Вопросы еще есть, ребята? Есть. Есть ответы. Ну, ведь огромное количество информации, то есть вигдата и получаются огромные затраты на сами сервера и на работу программистов. Можете примерно оценить сумму, которую государство тратит на эти проекты? Ну, если разрешишь, сделаю один такое замечание, то что во-первых, буквально вот начиная с этого года отказались от термина бигдата, да, то есть бигдатой подразумевается объем данных неизвестного объема, то есть вот просто нам вот в мемерном пространстве там то есть это как бы это просто неизвестный вообще объем данных. Здесь объем данных он конечен, он известен, его можно рассчитать, потому что известное количество населений, известное количество справок, которое выдается ежегодно по статистике за последние 50-100 лет, то есть объем данных уже известен. По всем расходам упоминаемый сайт госуслуги. Там есть заказы по поддержанию портала госуслуги, то есть можно прям прийти домой и посмотреть. Могу сказать, что мне очень понравился абсолютно независимый проект, сделанный по анализу госзакупок. Называется рост пендинг. По-моему, рост затраты или госзатраты. госзатраты. Там в отличие от портала, который выдает просто-напросто информацию, там предоставлена эта информация обработана в аналитическом виде, в виде графика. Например, можно спокойно найти лицей, посмотреть объем его затрат за последние годы. Все-таки вопрос, оценка может вами будет? Оценка получается как? А ты будешь оценить просто по объему? Вот меня спросят оценку, сколько на интернет тратить лицей? Я скажу. Ежегодно тратить порядка 10-15 миллиардов. О, нормальная стена. 10-15 миллиардов. Основная масса идет на разработку и на поддержание скажем так центров обработки данных. Да, я только помнил, это один контракт на поддержание субститутов, то есть на закупку оборудования там было ежегодно порядка 300 миллионов. Вот, это число до закупки оборудования на портал. Если брать всю систему, да, порядок цифр порядок цифр порядок такой. Я просто специально подбирал это, знал, интересовался этим порядком цифр. Причем, поверьте, дальше будет, вот на данный момент происходит становление системы и расходы еще достаточно большие именно на становление полноценной этой системы. Можно сказать, можно, вот если пользоваться тем самым сайтом госуслов, можно видеть, как меняется качество, да, оно действительно становится лучше. Каких-то пять лет назад с ним работать было невозможно, а сейчас в принципе хоть как-то, да, удобно и тому подобное. не хочется говорить о нехорошем, но все-таки идет становление будет дешевле, значительно государство это будет значительно дешевле. дешевле. Ваня, тебя это успокоит. А еще вопросы есть? Спасибо большое с любым вопросом, потому что в любом случае это идет в дальнейшем развитии, да, если есть какие-то вопросы сейчас, просто не стесняйтесь, любые задавайте, потому что пока специалисты есть, я в прошлом работал с некоторыми вещами, могу сказать, да, Дмитрий сейчас очень тесно с этим контактирует, что он может рассказать про некоторые вещи, которые не были освещены, например, предложение у нас в регионе, что там было сделать, так же. Да, конечно. И все-таки, поскольку я вышла уже, я хочу пословно сказать Дмитрий, это для оценки на бумаге, если понадобится что-то сделать. А это Дмитрий, спасибо большое, отдохнуйся. Спасибо большое. Спасибо за то, что пришли, а самое главное, что для новых поколений у нас намечены новые сессии выступлений выпускников. Хорошие. Поэтому это не первое, в смысле первое, но не последнее. Надеюсь. спасибо большое. Спасибо большое. Ну и, если вы не знаете, что вы прошли, я вам не могу. Спасибо большое. Спасибо большое. Когда ты последний раз вообще в 18-м кабинете был? Ну, в 18-м кабинете недавно, на лекции, то есть я же приходил, слушал лекции других. Какое ощущение осталось, как вы слушаете лекции в таком формате того? Вообще очень интересно, здорово, когда люди приходят и рассказывают то, чем занимаются, и что-то интересное в доступной форме, в популярной форме. Позволяет по-своему взглянуть на обычные вещи, нисколько, с другой стороны. А сегодня ты у нас был лектором, и мне показалось, как ты так немножко даже увидев вот этот народ, увидев, как они смотрят на себя, как они тебя ждут, увидев, что разная аудитория собралась, как ты так чуть-чуть так занервничал вначале, и мне показалось. Или наоборот у тебя такое абсолютно чувство комфорта? Да нет, я достаточно комфортно себя чувствовал. Нет, аудитория, конечно, сложная, сложно, когда сидят и молодые, ну, совсем молодые, в смысле, школьники и взрослые, но, тем не менее, в общем, дискомфорта не было, потому что даже школьники, в общем-то, вели себя как достаточно взрослые люди. Характерно ли вообще для ФТМ, что школьники могут наравне со взрослыми людьми вступать в диалог, не бояться такого открытого разговора? Да, да, я могу сказать, как с опыта, когда сам учился, нам позволялось, не то, что позволялось, это было нормально, когда мы высказывали свое мнение или вступали в спор с преподавателями, приглашенными людьми, в том числе, например, профессора университета, когда приходил. А те вопросы, ну, вообще-то реакция аудитории, которую ты сегодня видел, ну, позволяет ли она тебе все-таки ощущать, что ты на какой-то одной волне с этими людьми? Да. А за счет чего? А за счет того, как они сидят, смотрят, слушают, какие они вопросы задают? За счет, наверное, того, что глаз, то есть, то, что видно в глазах и тех вопросов, которые есть. Как ты считаешь, какие темы для детей, для старших классов 10-11 классов ты или вообще было бы полезно тебе в дальнейшем возможно рассказать из твоей сферы профессиональной деятельности? Сегодня маленький кусочек нам представил, о чем бы еще ты рассказал? Сложно сказать. Можно рассказывать из области математики, из области механики. Ну и можно, опять же, взять область информационных технологий. Просто какие-то вещи будет легче донести, не вдаваясь в такие сложные проблемы, а какие-то вещи сложнее. Ну, фундаментальная наука, механик, например, то, чем я чаще всего занимаюсь, будет, наверное, на бытовом плане очень тяжело донести. Поэтому придется, наверное, если пригласить еще читать, выбирать какие-то темы, которые будут, наверное, более просто интересны. Ну, например, приведи какую-нибудь легкую формулировку, может быть, незаконечную. Вы знаете, сегодняшний ананимент, такой отчет его прикладной характер, ребят, вы вырастите, вы с этим столкнетесь, вот как это происходит. Вы знаете, как бы есть такая, вот мне нравится одна задача, которую я читал, скажем так, рассказывал студентам, это задача о принятии решения голосования. В принципе, очень интересно, если школьники услышат, по крайней мере, о математической модели голосования и как это будет, как это может применяться. Достаточно интересно. Давай вернемся к тому, что когда ты учился, у вас были люди из университет, которые к вам приходили, вот в каком формате тогда строилось взаимодействие школы и вузы? Не помню, расскажи, что это были за люди, что они делали, в каком формате? Ну, это, ну, это формат кружков, некоторые приходили на занятия, что дополнительно рассказывали. Да, 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 я ходил и на математический кружок, его периодически приходил, вел, ну, уже покойный, Белоусов, смехмат. Вот, ну, и самый любимый кружок, на который я ходил практически все четыре года обучения, это был кружок по химии. Несмотря на то, что у меня никак жизнь с химией не сложилась, но вот Ольга Алексеевна, Ольга Викторовна Алексеенко, как бы, это просто праздник устраивало на кружки по химии. А давай вспомним свои ощущения, ты школьник, ты приходишь и видишь перед собой преподавателя университета, ты знаешь о том, что университетский специалист пришел. Как-то менялось твое отношение, может быть, петель возрастал? Или вообще не было никакой разницы, университеты или школьные обычные учитель? Все-таки как-то вот эта приставка доцент, заведующая кафедра, она на миссия школьник от тебя влияла как-то или нет? Скорее, наверное, нет, потому что в тот момент для меня это было больше как слова. Мы еще раз в младших классах, ну там, восьмой, девятый, мы, наверное, не понимали, что такое. Слово доцент, да, максимум понимания было как в джентльменах удачи. Да? Да, я доцент, поздравляю. Вот, как бы, слово профессор все-таки как-то вот оно по-другому. привносилось. Но в целом все равно больше оценивали по тому, что мы слышали, что мы понимали и так далее. Какими критериями лектор должен обладать, чтобы современный ФТР, ведь девятый, десятый, одиннадцатый класс, действительно его услышал, захотел с ним продолжить диалог и как-то заинтересовался тем. Ну, я думаю, прежде всего, человек должен обладать определенным чувством юмора, потому что чем проще и с юмором ты рассказываешь сложные вещи, тем легче они воспринимаются. Я думаю, этого вполне будет достаточно и главное хорошо знать тот материал, который рассказывает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова